всем привет это сами с вами на этот раз у нас в обзорчике масштабная модель от моиста 24 масштаб nissan gtr r35 и перед началом сразу хотел сказать что всем кто кричит тюнинг 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 будет скоро проектик а в промежутке я делаю обзорчики так что просьба подождать а Смотрите продолжение в следующей серии. Ну а теперь давайте посмотрим, что же мы получим за наши 1200 рублей. Кстати, куплено в детском мире. Видос то, как это покупалось, был на канале Сами Сусами. Замечательно тем, что решеточка сделана отдельным элементом пластиковым. Контрастно смотрится, сделано под карбончик. Все замечательно. Передние фонари классные тем, что это отдельные элементики. Прокрашено, кстати. Там указатели поворотов прокрашены. Есть повторители поворотов, но, к сожалению, это просто краска. Ну, это, конечно, расстраивает. По, в целом, по покраске машинки мне все нравится. Косяков никаких особых я не заметил. Но есть минус, существенный минус, кстати, по задним фонарям. Их нет. Ну, как отдельных элементов. Здесь просто нанесена краска, красный и точечка серебристая. Это очень расстраивает. Ну, вот, честно, не нравится мне. Не ожидала я от моиста такого косяка. Даже наклейку приклеили криво. Смотрите, Nissan. Ну, это, конечно, блин, мелочь, но все же не очень приятно. Ну, хотя есть любители, кто делают номера, тем пофиг. Так, смотрим, что еще нам не нравится. Колеса хорошие, колеса замечательные. Но где тормозные диски? Где? Нету. Просто колесики. Но как-то это не очень. Можно сделать проще. Даже берется обычная шайба из строительного магазина. И вклеивается, рисуется на ней, типа, точечек. И все. Либо делайте из пластика, засверзывайте микро-такие дырочки. Перфорацию делайте, и будет замечательно. И можно также сделать суппорта. Так, по внешнему виду, что нам еще нравится? Капот фиксируется. Слава богу, он не падает. В верхней точке открывается, кстати, достаточно широко. Это классно. Никакого контакта со стеклением, со стойками нет. Это тоже классно. Есть машинки, в которых при подъеме капота трет и, соответственно, процарапывает постепенно бороздки. Здесь и с этим проблем не будет. По детализации подкапотного пространства. Ну, по сути, такой же обычный вкладыш, как и на предыдущих машинках. Но здесь хотя бы они удосужились его разрисовать, и вид совершенно меняется. Это классно. Закрываем. Еще, что мне категорически не нравится, это лобовое стекло. Единый элемент вот с этими боковыми стойками крыши. Какого, спрашивается черта. Если вот так посмотреть, то они немножко торчат. То есть, относительно крыши. Видите, как ступенечка получается. Здесь небольшой выступ. Здесь, соответственно, то же самое. То есть, сделано вон каким образом. Остекление поверх. Ну, не знаю. В общем, это тема на любителя. Если, конечно, не придираться, то с виду все замечательно. Если придираться, то это очень не нравится. Дворники, как всегда, на средней ценовой категории просто... Просто на стекле просто прокрашены. Ну, даже точнее, они сливаются, по сути, с отбивкой, с рамкой стекла. По спойлеру вопросов нет. В общем, давайте разберем и заглянем в салоне. Нас интересует салон. Кстати, забыл сказать про дно. Дно самое обычное. Просто примитивная лепеха. И колеса у нас, к сожалению, не поворотные. Блин, ну как так? Ну, это позорно. Как прям мотор Макс. Хотя моиста, по мне, делают вроде как покачественней. И она якобы еще и номерная. Ну, что-то как-то с таким качеством нет смысла понтоваться и делать эти номера. Не знаю. Не оно. Хотя машина мне очень нравится. Внутри нас ждет вот такой вот вкладыш. Ну, ничего особенного. Так, по салончику. Ну, по салончику, честно говоря, вопросов у меня нет. На камеру будет казаться, что он такой какой-то слишком, ну, я не знаю, такой ребящий. Но, по сути, когда смотришь вживую, то кресло смотрится гораздо лучше. У меня, может быть, камера так передает. Не знаю, мне очень нравятся кресла. А они единственное что, так же, как в предыдущем варианте, их нужно... Так, они выщелкиваются. Да, здесь они у нас выщелкивающиеся. Это, кстати, радует сейчас. Аккуратненько. Оп, готово. Вот это классно, что они съемные. Не нужно их вклеивать. Проблема опять с пустотой. С внутренней пустотой в кресле. Блин, ну что такое? Что за экономия этого дешевого пластика? Я не знаю, ребят. Извините, конечно, но что за еврейство? Вот это классно, что вытащил кресло, тут же защелкнул после покраски, доработки. И вопросов нету. Классно. Ручник можно было сделать отдельным элементом. Рычаг переключения передач вообще напоминает какую-то кокульку. Кусок палки вставленный. Вообще жесть, конечно. Не, ну это, конечно, все придирки. Это все такие мелочи. Так, я надеюсь, что-то вы там разглядите. А если приблизить? Но она опять же смотрится более четенько по структуре, нежели при приближении. При приближении появляются такие, как микропоры. Структура такая. Она не настолько контрастно выделяется, сколько на видео. На камеру. То есть, живу, конечно, это все смотрится посимпатичнее. И, кстати, слава богу, хоть есть педальки отдельные. А не просто прорисовка на вкладыше. По зеркалам. В этот раз у нас зеркала пластиковые, жесткие, не прорезиненные. Так что надо быть очень осторожным. По кузовщине, что мне еще не нравится, так это то, что двери открываются на вот это все. Это все. Опять же, это просто придирка. Не больше, не меньше. По дверным картам здесь лучше, наверное, я сниму. Ну, кстати, зеркало заднего вида тоже сделано адекватно. Но на нем не наклеено, не покрашено, не наклеено. Ничего имитирующего, скажем, зеркало. А выполнено, конечно, добротно. Ну и по капоту. Кстати, по капоту. А у нас он так просто вытаскивается. Ха, фигас два. Капот просто так не вытаскивается. Капот, вот он вариант, который я вам рассказывал в прошлом видосе, где усики наши, трусики-усики, эти усики, они зажаты, они запрессованы. Вон они, точки. Но нет, видно не будет. Видно не будет. В общем, они запрессованы. Их надо расковыривать. Это такой... Ну, в общем, это морока. Это, конечно, минус. По дверной карте вопросов нет. Все замечательно. Мне все нравится. Ну, кроме того, что однотонна. Это, конечно, минус. А выглядит, конечно, зачетно. Не знаю, мне нравится. Классно. Очень классно. Вот такой вот этот, на этот раз у нас, автомобильчик. Как вы думаете, стоит это чудо 1200 рублей или же нет? Обязательно вы напишите ваше мнение в комментариях под видео. Мне будет интересно почитать, как я думаю, многим и другим. Всем, кому было полезно, буду рад огромному пальцу вверх, комментарию под видео, подписчики на канал. Ребят, как я уже сказал, скоро будет вам видос по тюнингу. Дайте мне немножко времени. Со временем проблемно. Пока-пока. А мне, в целом, конечно, машинка очень и очень нравится. Кстати, брал для обзора. Соответственно, она пойдет на сайтиц. Я бы рад себе ее оставить, но пока такой возможности не имею. К сожалению. Уйдет по себестоимости. Эх, да. Жалко, конечно. Очень жалко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok